День перемен Я в национальном телевидении Чувашия, редактор, веду информационную программу «Республика» и программу «Комфортный город». На телевидение пришла много-много лет назад, сразу после окончания вуза. Это уже 12 лет как. Работа мне очень нравится. В свободное от работы время я вышиваю лентами и занимаюсь спортом. Таким вот сейчас необычным увлеклась, как джамперы. Меня зовут Валера. Мне 10 лет. Учусь я в 4-м А-классе 61-й школы. Ударником выхожу обычно. И за четверть, и за год обычно никем больше не выходил. Я занимаюсь в этой же школе каратэ. У меня белый пояс. Ну, все равно хоть какое-то достижение. Потому что сначала тебе вообще никакой не дают. Только потом ты сдаешь экзамен, и тебе дают белый пояс. Программа «День перемен» одна из самых любимых. В нашей семье мы смотрели все выпуски. И вот ни в одном из них не было рассказано о профессии журналиста. Я считаю, что это несправедливо. Тем более, что такая возможность есть. И плюс еще сын самого первого выпуска просил, мама, ну давай попробуем, давай попробуем, давай примем участие. Все-таки стоит себя попробовать. Вот последний выпуск, мы рискнули. И я думаю, что все-таки судьба мне тоже сделала такой подарок. Потому что в свое время я четвертый класс проскочила. То есть я училась в первый, второй, третий. Четвертого у нас не было, мы сразу пошли в пятый. Я думаю, маме в школе трудно будет, потому что она будет стесняться там, все дети. Она раньше работала учителем, поэтому ей, наверное, будет трудно быть самой ученицей. Имидж отличницы в свое время меня преследует до сих пор. Мне кажется, мне будет легко. Ну что, сын, вот тебе рабочие инструменты, журналисты. Это блокнот, моя ручка. Давай, на работу отправляйся. Держи портфель. У тебя сегодня пять уроков, репетиция и тренировка. А у тебя сегодня сначала планерка с руководством, так как программу я свою уже выпустила. И даже не знаю, какое задание тебе дадут. А вечером, я надеюсь, ты меня будешь встречать точно так же, как и я тебе со школы, вкусным ужином. Ладно, постараюсь. Поехали. Национальное телевидение «Чувашия». Молодой, но при этом самый продвинутый телеканал республики. Это десятки программ собственного производства и, конечно, профессиональная команда журналистов, операторов и режиссеров. Красный. Вы не знаете, где рабочее место Галины Ситрачок? Вот. Добро пожаловать. Место удобное, кабинет красивый. Вот только в шкафу не оказалось свободных плечиков. Но эта проблема решается очень просто. А Галя не будет сегодня? Нет. Я вместо нее. Ты вместо нее. Хорошо. А планерка здесь будет? Планерка будет в кабинете у заместителя директора. Переносимся в 61-ю школу на очень необычный урок. Основа религиозной культуры и светской этики. За две четверти ребята уже успели изучить правила этикета, обсудить семейные ценности. А тема этого урока – коллектив. Ребятки, итак, что же способствует созданию коллектива? Вот что для этого надо делать, чтобы был у нас коллектив? Что? Надо со всеми дружить. Со всеми дружить. И еще что надо делать? Не скрывай друг от друга информацию, да, да. Всем все говори. Правильно. Если что-то на душе тяжело и трудно, не надо это в себе держать, да, ведь нужно раскрыться. Нужно найти человека, к которому ты подошел и рассказал свою причину какую-то трудную, да, Ваня? Нужно доверять всем детям. Конечно, нужно доверять всем детям. Итак, давайте прочитаем. Отношения в классе строятся на тех же ценностях, что и в семье. На любви, на взаимопонимании, взаимоуважении, стремлении прийти на помощь. Каждый одноклассник может стать верным другом, а это уже много значит. Что у нас было в прошлом выпуске? Посмотрели, Валерий Денисович? Да. Что вам понравилось, что не понравилось, какие есть предложения? Если честно, мне все понравилось. Но больше всего мне понравилось про сюжет, про биатлонистку. Потому что мне нравится, когда наши земляки побеждают в спортивных соревнованиях. Про Татьяну Акимову вы говорите, да? Мы согласны, потому что это очень важная победа. Так, я думаю, что этот сюжет надо доработать. Ну, да, можно у родителей взять интервью, спросить у тренера, как он тренировал ее. Может быть, кто-то из тех, с кем она начинала тренироваться. Я тоже, думаю, ее окружение, ее коллеги, с которыми она начала свое восхождение на Олимпу, скажем так. С друзьями, да. Можно с друзьями встретиться, поговорить. Отличное предложение. О детстве. Отличное предложение. Какое у него было, к чему она стремилась. Практическое задание урока – подготовить стенгазету. Доказать, что 4-й А коллектив – самый дружный класс. Все наши фотографии, которые мы здесь выбрали именно для этого плаката, как раз это подтверждают. Потому что здесь мы и в парке играем в индейцев, и в музее ГАИ изучаем, как нужно вести себя на дороге. И участвуем в конкурсе «Самый лучший класс». Здесь наши родители, которые такие же дружные в сказке «Репка», такие же красивые, как и наши одноклассники. И, конечно, «Лазертак», который показал, что мы действительно самые дружные, что мы можем в команде побеждать, играть. В общем, мне кажется, плакат получился. Замечательно. Давайте попробуем. Коллеги, у нас близится Новый год. Я правильно понимаю? Нам нужно, наверное, все-таки подготовить какое-то новогоднее интервью. Потому что каникулы праздничные, выходные у всех взрослых, они же должны где-то отдыхать. Город у нас, как я понимаю, столица, как прежнему, готовится ко всем праздникам. Так, как вы думаете, наверное, надо нам, Валерий Денисович, все-таки поручить новогоднее интервью подготовить. Как вы смотрите? Как вы относитесь к этому жанру? Я не против. Не против. Минут, так, 7-8. Тема новогодней праздники, отдых, все самые интересные события, которые будут в Новом году у нас здесь происходить. И, ну, наверное, все-таки попробуйте найти героя интервью. Кто мог бы самым лучшим образом рассказать о том, что ждет горожан в эти праздничные? Вот как? По силам такая задача? Да. Я не боялся о том, что меня о чем-то спросят. Я вполне уверена. Урок ОРКС заканчивается игрой на сплочение коллектива. Ребятам нужно передавать сердце своему соседу и сделать ему комплимент. Ты самый лучший. Ты позитивная. Такое слово. Боже, ты самый высокий мальчик в платье. Привет, Валера. Я с Валерой. Вообще, это один из самых интересных и творческих предметов во всей учебной программе вот в этом году, потому что я учусь вместе с сыном, каждый вечер делаю уроки, поэтому знаю. Все остальные уроки более такие скучные, нудные, их нужно учить, зубрить. А здесь полет для творчества, для фантазии, здесь интересно. Валера тем временем озадачился поиском информации. И как 20 лет назад журналисты работали без интернета. Тут ведь и список всех новогодних мероприятий уже есть. И даже фотографии специалистов, которые отвечают за городские праздники. Осталось позвонить и пригласить. Вот только этот этап в работе журналиста один из самых непредсказуемых. Я решила позвонить пресс-секретарю, потому что он же все-таки пресс и должен разговаривать с прессой. А вместо пресса я. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Программу «По существу». Алло. Я начну съемок с программ «По существу». Вы сможете приехать на проспект Ленина, 15? Какая тема? Новогодние праздники и как они будут проходить. Устройство. Хорошо, ладно, обязательно приедем. Мне повезло, потому что не всегда люди соглашаются приехать. Может, времени не хватит, например. Или не всегда согласны сниматься. Итак, садимся, ребятки. Тем временем у Галины прозвенел звонок на урок математики. Как можно скорее ребятам нужно решить два столбика примеров. Ох уж эта математика вообще не мое. Я ее не люблю. Я ее стараюсь избегать в жизни. Я в магазине плохо считаю. Большие числа с нулями – это куда бедно я решила. Но когда началось что-то побольше, особенно вот эти вот разряды, десятки, сотни, единицы – это страшно. Мне было сложно. Валера сейчас тоже активно шевелит мозгами. Пишет сценарий, придумывает вопросы для беседы с гостем. Сценарий было набивать очень трудно, потому что за компьютером мне не разрешают много сидеть, и я не умею быстро печатать. Поэтому я часа два где-то просидел за сценарием. А вопросы я сначала искал информацию в интернете, и потом по ней придумал уже вопрос, который буду задавать. Ну, потому что есть плянные, которые неизвестны в интернете. Примеры-то Надежда Владимировна раздала всем не случайно, а для того, чтобы ребята догадались, как правильно делить круглые числа. И они догадались. 3500 нам нужно разделить на 5. Значит, мы это записываем как 35 сотен. Мы делим на 5. Получается, 7 сотен, либо 700. Значит, 3500 разделить на 5 будет 700. Хорошо. Журналисты региональных телекомпаний – это универсальные солдаты. Сами договариваются о съемках, сами пишут сценарий и сами работают в кадре. А вот следить за внешним видом им помогает гример. Кто у тебя гость? Привет, секретарь. Ничего себе. А тему какая? О чем будешь спрашивать? О новогодних праздниках. Какие у тебя вопросы? Можешь немножко с наездом открыть? Нет, не могу. Ничего. Иди к журналисту. Ты прям как настоящий журналист. Да. Может быть, хочешь в эту профессию потом пойти? Угу. А почему? Что тебе нравится? Ну, журналист много, у него много друзей, он везде бывает. А что еще нравится? Снимать нравится. Это же приятно, расслабься. Мы, девочки, всегда любим краситься. Мягкие кисточки, мягкие иголки. У тебя кожа, тем более, такая хорошая. Валера, а ты знаешь, что пудра – это самый главный друг журналиста? Почему? Потому что он находится в кадре, он не должен блестеть, как новогодняя иголка. Поэтому мы его большим слоем покрываем лицо. В кадре это смотрится все очень красиво. Но на самом деле, если ты посмотришься в зеркало, будет видно, какой огромный слой просто на тебе. За 40 минут на телевидении можно загримировать ведущего. А вот за 40 минут на уроке английского языка можно отгадать кучу загадок, повторить грамматику, прочитать текст, перевести его и заработать оценку. Теперь волосы какие-то пластмассовые. Сравнительная степень. По-моему, на и. И. На и, да. Хорошо. На и и прибавляется точно так же окончание «р». Хорошо. Получается в сравнительной степени «фа-ми» «э». И в превосходной степени также «артикль». «Артикль», но вот «и» также меняется на «и». На «и» меняется. «С». И добавляем окончание уже «эст». «Можно сходить сейчас?» Нет, нет. «Эст». «Эст». Вот так, все. Правильно? Здравствуйте. Меня пригласили на новогоднее интервью. Да, 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 да. Это ко мне. Здравствуйте. Ой, спасибо большое. Проходите, пожалуйста, сюда, на грим. Спасибо. Я вас буду ждать в студии. Хорошо. Вот оно. Главное место телекомпании. Студия, в которой снимаются сразу несколько программ. Одна из них по существу. Это небольшое и яркое интервью. В нем все только по существу. Я направленное место счет, да? Да. Ведущий у нас танцы. Работаешь на эту камеру, представление сначала. А потом уже на камеру не смотришь, и гостям разговорят. И конец тоже на эту камеру. Хорошо. Все. Сейчас гость придет, начнем. Стул очень вертящийся. Дома таких нету, поэтому про развлекаться решил. Мы еще, когда переезжали в квартиру, я брал стул на колесико, который вертится, брал какую-нибудь палку и ездил по квартире, отталкиваясь как на лыжи. Кто хочет быть сперва? Так, Галина wants. Окей, Галина, пожалуйста. There is only one long street in a small town. Это единственная длинная улица в маленьком городе. The house is aren't tall and the street isn't white. Дома невысокие, а улица не широкая. Улица не такая, ребята, помогаем, широкая. На самом деле, именно к английскому я не готовилась совсем, остальные уроки повторяла. Но вот наш учитель, Ольга Алексеевна, она мне так нравится, ее вот речь, дикция, она просто журчит. И я вот по ее примеру вспомнила, как мы в школе читали. В школе у меня по английскому было пять. И я вспомнила все-таки, как звучат слова английские. Правда, не все правила вспомнила. Работа на телевидении – это всегда командная работа, где каждый действует быстро и четко. Звукорежиссер настраивает микрофоны, оператор устанавливает свет и камеры, режиссер руководит процессом и часто оказывает еще и психологическую помощь. Екатерина, не волнуйтесь, все хорошо. Вы просто будете общаться с мальчиком. Просто я первый раз вообще снимаюсь на телевидении, поэтому волнуйтесь. А вы представьте, что камер нет, вы просто общаетесь с нашим мальчиком, вот и все. Я сам волнуюсь. Это что волнуется? Все волнуются. И смотри, когда начнется запись, сначала будет шапка, заставка этой программы. Как она закончится, я включаю твою камеру, и вот тогда ты начинаешь говорить, хорошо? Хорошо. Все, вот теперь мы по-взрослому начинаем. Я включаю заставку и начинается запись. Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши» программа «По существу». Она начала, шапочка еще не закончилась. Заново вытащила. А как понять, что она закончилась-то? Там музыка должна была закончиться. Ну, она закончилась давно уже. Нет, 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 нет. Все, просто начни сейчас со слова «Здравствуйте» и все. Начинай. Здравствуйте. А вы думали, что все так просто? Иногда, чтобы снять удачный кадр, надо сделать 10 дублей. До Нового года и рукой подать. Пора бы подумать, как бы провести новогодние каникулы и чем заняться. Расскажите, какие события будут происходить в Щебоксарах? Куда стоит сводить своих родителей? Дети и их родители у нас смогут сходить на различные новогодние детские представления, спектакли, в том числе хороводы вокруг елки на различные утренники, в дома культуры, в дворцы культуры, а также в городские театры. Кроме того, в этом году у нас такая большая фишка. В Чебоксарах в новогодние каникулы пройдут целых три ледовых представления. Первое представление у нас пройдет 4 января. Семейное представление на льду будет называться «Новые приключения Эльзы и Анны». То есть наверняка все смотрели мультик «Холодное сердце». У меня мятый старик, потому что я его в карман пытался положить и складывал. Вот, поэтому такой получился. Еще, когда повторял, нервничал. А 4-й А-класс в столовой. Рассольник, гречка и котлеты должны придать сил для новых уроков. А на вечер 31 декабря есть какие-нибудь мероприятия? Конечно. 31 декабря будет в этом году очень насыщенная программа. То есть уже целый день, 31 декабря, у нас будут показывать на Красной площади различные любимые наши мультики, советские новогодние фильмы. Так как 31-м мы поставим уже светодиодные экраны специальные. А вся программа, уже вечерняя, новогодняя, она начнется у нас в 23.00. Навряд ли будут звездой, конечно, после этого. Только одно интервью. С вами была программа «По существу». До свидания. Хорошо. На улице, может быть, будут узнавать. «Падежи» – одна из самых сложных тем по русскому языку в начальной школе. Но Галина их не боится, ведь и она каждый день пишет тексты сюжетов и сценарии программ. Следующее. «Встретил маму». Галя. Маму в родительном падеже. Главное слово «встретил». Кого? Маму. Стоп. Точно в родительном. Или кто-то угодил в ловушку. Ребятки, вот сейчас Ярослав, он молодец. Он тут возмутился. Он сказал, что… Еще раз повтори, Кирослав. «Встретил маму». Слово «маму». «Кого что?» «Находится». «Винительный падеже». А Галя сказала? «В родительном». На самом деле я сделала такой вот хитрый ход. Ребята рядом со мной сидели и говорили, что это родительный падеж. Я написала в цитраде правильно, что это винительный падеж. А вслух произнесла, что это родительный. Думала, услышат или нет. Все уже привыкли, что я говорю правильно, сразу соглашаются, принимают. Ну, как-то усыпила бдительность немножко, но все-таки один оказался такой. Рабочий день Валеры в самом разгаре. Программа записана, но еще не готова. Впереди монтаж. Нужно удалить все неудачные дубли, возможно, и что-то еще. У нас исходного материала 15 минут. Тебе сколько на эфире сказали нужно? Восемь. Восемь. То есть нам нужно вырезать семь минут. Галле ставим четверку, потому что она тут ошиблась немножко. Но она исправилась. И я смотрю, у нее в тетрадке... В тетрадке был винительный написан. А, вот, бывает такое. Но в тетрадке записано все хорошо, красиво. Молодец. Мне не обидно, потому что Валера падежизнает плохо. Я думаю, что для него это будет хорошим уроком. Не верить на слово тем ученикам, которые изначально учатся хорошо, а все проверять все-таки своими мозгами. А зачем вам тут игрушки? А это вы хранители моего рабочего стола. Чтобы когда меня не было, никто не обижал мой компьютер, и было все хорошо. А почему мне подсказку в суфлер не включили? Ну, потому что у тебя было мало текста, его можно было спокойно выучить. Остался последний этап. Сдать материал начальнику. Ну, смотри. В принципе, вопросы задаешь правильные. Так? Это то, что интересно зрителям. Ты же интервью берешь не для себя, правильно я понимаю, а для зрителя. Так вот, ну, с точки зрения, значит, редактора, вопросы заданы все верные. Тут у меня вопросов к тебе нет. Очень хорошие. Я, чем я учился, профессию задавать. Да. Ага. Это правда очень. Для журналиста это очень важное умение и важный навык. Я тут только за. Значит, дальше смотри. Умеешь, ну, как бы ее слушать. Да, потому что она же отвечает, да, и нужно изобразить внимание. Умеешь слушать. Вот. Значит, ну, немножко, с моей точки зрения, чуть затянуто. И, может быть, скажу, маленький, ну, недостаток, минус. Собеседнику надо смотреть в глаза. Вот мы с тобой сидим, разговариваем, да. Не всегда. Ну, ты же мне отвечаешь или я тебе отвечаю. Мы все время говорим о том, что, да, как бы друг другу. У тебя немножко взор в стол. Чуть-чуть, вот, как бы, ну, легкое, может быть, стеснение. Кто из нас не помнит уроки труда? Поделки из шишек, салфетки, открытки, фартуки и скалки. Сколько полезных и красивых вещиц делают своими руками школьники. Сегодня ребята принесут домой елочку из фетра. Это телега для телевизионного крана. Такое устройство большое, огромное. Она снимается высоко, сверху. Олег, что это? Четает? А что... Погода не читает? Хорошо. И тебя покатай, да? Давай. Температура воздуха в Чебоксарах ночью минус 23, 27. А Галя уже погрузилась в мир театра. Ведь ее сын – артист медиа-центра «Куча мала». Ребята готовятся к новогоднему представлению. Валера играет в спектакле «Волка». Оказалось, репетиция спектакля – дело тоже очень непростое. Казалось бы, придешь, подурачишься, пошутишь. Я не знаю, с ребятами пообщаешься. Оказывается, нет, это труд. Нужно несколько раз, чтобы режиссер был доволен, повторить одну и ту же фразу. И только тогда уже приходит какое-то понимание, что спектакль – это тебе не только хихеньки да хахоньки. Это серьезное, ответственное дело. И чтобы зритель поверил, нужно самому поверить в свою роль, в свои силы, в свои слова, в то, что ты говоришь. И только тогда получится даже не сыграть, а прожить эту роль. Вот оказалось, это дело не очень простое. Журналист – это очень оперативный человек. Может за считанные минуты написать текст или провести репортаж в прямом эфире. Неудивительно, что Галина выбрала для себя и очень энергичный вид спорта – джампинг. Центр тяжести должен быть посередине, поэтому расправляем плечи. И ступня должна быть параллельно полу. Ноги чуть выше, потому что пол мы не чувствуем. Вот, отлично. Вот приблизительно так мы будем работать. Ап! Давай, давай! Правая, левая! Я сейчас даже не знаю, для чего нужны эти джамперы, но пока что весело. Восемь! Ап! Два! Три! Ух! Очень трудно! И жарко! Но я думаю, что мама справляется с нагрузками. Если она может сидеть с моим младшим братиком, то может и тут. Как я должна на него сейчас вот так, вот так? Не быстро, не сильно. Голову, первый голову, второй, еще раз. Ага. Глоб, раз, глоб, два. Казалось бы, Валера уже дома. Можно отдохнуть, посмотреть телевизор, но нет. Мальчик обещал маме вкусный ужин. Он решил печь блины. Сколько из них будет комом? Я скажу, три блина комом у меня получились. Блины я готовлю. Если дома, то не так часто. Дома я первый раз. А вот у своей тети Гали я очень много раз их делал. Они у меня хорошо получались. Сначала, конечно, плохо идут, но потом уже привыкаешь. Ротеду очень сложно оказалось для меня, по крайней мере. Лучше прыгать на джамперах, потому что вот эти вот резкие выпады движения, когда нужно кого-то бить, ну, тренироваться, отрабатывать удары, это очень сложно. Мне ближе прыгать. Мне кажется, Валера здесь очень сильно устает, потому что тренер очень строгий. И просто филонить или отлынивать от тренировок здесь не получается. И приходится выполнять все на 100%. Иначе просто тебя накажут. Вот сегодня я опоздала на тренировку, меня даже не хотели пускать. То есть здесь очень строго. Вижу, на ручке что-то дымится. Прихватку поднял, думал, из-за того, что чугунок, поэтому поднял. А у меня там в прихватке дыра. Я ее сюда положил, водой намочил и оставил там лежать. А как это произошло, я сам не понимаю. Наверное, огонь с плиты перешел, она свешивалась. Привет. Привет. Сегодня был такой все-таки тяжелый и нелегкий день у меня. Вместо тебя в школу ходить оказывается очень непросто. Но зато я справилась с уроками. Можешь мной гордиться. Я получила пятерку по английскому и четверку по русскому. А мне сегодня пришлось брать интервью у пресс-секретаря, директора... Сейчас вспомним. Это не помню я. Я есть хочу. Ох, я смотрю, ты тут наготовил. Спасибо. Кстати, вкусно получилось. Хорошо. Сегодня, я понял, взрослым легче быть, конечно, чем ребенком. Да? Угу. Ты в какой момент это понял? Когда интервью брал. То есть тебе понравилась моя работа? Да. А мне как-то очень тяжело показалось, что в школе учиться. Я бы не хотела снова возвращаться в школу, потому что готовить уроки, отвечать. Очень много вам все-таки приходится изучать. И мне кажется, в школе сейчас очень сложно учиться. Я не помню, чтобы мы так сильно нагружались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...